Любовь Хомутова воспитывает свою трехлетнюю дочь Диану на русских сказках Корнея Чуковского и Агнии Барто. По крайней мере, пытается, но признается, что заставить ребенка слушать рассказы о приключениях таракана и мухи-цикатухи не так-то просто. Скрытые из мультика дочка любит больше. Сейчас на данный момент ребенку интереснее смотреть мультики по телевизору, нежели читать книжки, потому что они растут и им становится более интереснее. К примеру, мультик она может посмотреть целый час, а книжку мы можем почитать только минут 20-30 и ей уже надоедает. Детские наивные стихи и проза о том, что хорошо и что плохо, остались в прошлом. Фантастика, фэнтези и детектив становятся более популярными. Среди многообразия детской литературы на полках книжных магазинов все чаще можно встретить, казалось бы, совсем не детские книжки об интернет-играх и анатомии человеческого тела. Удивительно, но среди детской литературы теперь тоже есть форма краткого содержания. Весь отброшенный за ненадобностью текст заменяют иллюстрации. Появилось такие книжки, в которых там очень мало, в основном одни картинки, потому что все-таки маленькие, они больше картинки. Даже бывает спрашивают книжки, в которых меньше текста, а больше иллюстраций. Именно на визуализацию делается ставка. Все чаще в книгах появляются авангардные иллюстрации с необычными животными. Такие картинки, по словам одного из детских авторов, призваны научить ребенка всем реалиям современного мира, в том числе и взаимоотношению между взрослыми и детьми. Детская литература должна проходить двойную проверку. Она должна нравиться и взрослым, и детям. То есть, если литература нравится только ребенку, значит это не литература. Если нравится только взрослым, значит это не детская литература. А вот если нравится и тем другим, и взрослым, и детям, то тогда, да, наверное, цель достигнута. Неизменным, пожалуй, остается одно – герои. Правда, современные дети знают их не со страниц книг, а с экранов телевизора. Светлана Доброхотова, Елена Масолова. День в событиях.